Опухоль была агрессивная. Прошло оперативное лечение. Затем оно сменялось химиотерапией, еще облучение. Это страшно. Выявили рецидив, то есть метастазы в печени. У меня была паника, ужас. Я перестала принимать химиотерапию и вообще какие-либо препараты. Я принимала только инфодайвинг. Если игроку интересная игра, то он включит регенерацию любого органа. Метастазы растворились, как сливочное масло на сковородке. Здравствуйте. Рак. Это страшное слово. Это звучит как приговор. Рак молочной железы по частоте диагностики находится на первом месте, а по смертности на втором среди всех онкологических заболеваний. Сегодняшняя наша история счастливая. Это история женщины, которая смогла победить эту страшную болезнь. Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, Александр. Очень рада вас видеть. Расскажите о себе и о том, о вашей проблеме, с чем вы обращались к нам. Значит, диагноз онкологический по поводу опухоли молочных желез мне поставили три года назад. Это был 2017 год. Все это, конечно, было неожиданно, как, наверное, для любого человека услышать. И началось лечение, конечно, незамедлительно, потому что опухоль, как показало исследование, была агрессивная и требовала очень серьезного лечения. Значит, прошло, естественно, оперативное лечение. Затем оно сменялось химиотерапией, потом перерыв, потом облучение полтора месяца. Все это очень долго болезненно проходило, потом перерыв, еще облучение, потом еще химиотерапия. В общем, в таком режиме я находилась на лечении где-то около полтора-два года. Это было очень сложно, длительно. И все в какой-то момент мне сказал доктор, что все хорошо. На этом мы закончим и наблюдайтесь. Я наблюдалась. Конечно, каждые полгода я делала КТ. Все было хорошо. Прошло два года. И вот в феврале месяце на очередном обследовании, как обычно это бывает, выявили рецидив. То есть метастазы в печени. Когда я обратилась к доктору, который делает исследования, говорю, а у вас подозрения какие-то, что это именно метастазы? Он говорит, у меня нет подозрений, у меня есть точный диагноз, и вам нужно незамедлительно обратиться к своему доктору для дальнейших действий. Ну, сказать, что это был шок, это, конечно, мало. Это страшные слова. Я поняла, что опять мне нужно собрать те свои силы и опять проходить то же самое. Страшное лечение, химиотерапия. Не знаю, что там, операции. Что еще в этом случае делают, я понятия не имела, но у меня была паника, ужас и откат назад. И я поняла, что меня не вылечили, только приостановили какой-то процесс глобальный, который был. Скажите, пожалуйста, что такое агрессивная опухоль? Мне очень понятно. И какая у вас там была стадия перед операцией? Так, значит, агрессивная форма опухоли имеется в виду, что она очень сложно поддается в лечении в том смысле, что химиотерапия не действовала на клетки опухоли. То есть это был не гормонозависимый рак, когда женщины приходят, прооперировались, и их выписывают на домашнее принятие гормонов, они в течение, там, пяти лет что-то принимают, какие-то таблеточки. То есть в моем случае это было не то. Это была агрессивная форма, имеется в виду, которая подается воздействию препаратов. И схемы лечения постоянно менялись. То есть за много курсов, значит, первый цикл был схемы препаратов, это было шесть курсов, потом это было восемь, и последний раз это уже было четыре курса. Но препараты всегда менялись, линейка менялась, препараты менялись, потому что неизвестно, как они действовали на опухоль. И, ну, показывали определенные анализы, что препараты слабо влияют на опухоль. Она очень слабо уходила, и эффекта не было особого от лечения. Поэтому это такая, как бы, жизнь на пороховой бочке, и не знаешь, когда удастся себе знать. Это страшно. Когда, тем более, знаешь, когда нет стопроцентного лечения, нет гарантий никаких. А скажите, я вот читал, что обычно метастазы в лимфоузлы идут сразу, подмышечные, а у вас получилось, что уже до печени дошло? Нет-нет, это метастазы были уже после того, как прошло два года, я была в ремиссии, было все хорошо. А лимфоузлы, они затрагивают изначально опухоль, когда она только образуется. У меня была оральная стадия начальная, вторая. Но уже в лимфоузлах были изменения, их удаляли во время оперативного лечения. То есть я правильно понял, где-то остались раковые клетки, и они в печени, наверное, стали развиваться рак, да? Кровоток так действует на организм, что то наличие клеток, которые есть в крови и которые отрываются от основной опухоли, она блуждает по организму, и невозможно ее вот эти материнские клетки ничем поймать. Вот в этом и вся загвоздка. Ну и плюс потом я поняла, когда через два года случился рецидив, я поняла, что, ну, то есть медицина спасает жизни. И я благодарна врачам, что они делали для меня все возможное. Ну, такова болезнь, что, ну, неизвестно, чем это закончится, это лечение. То есть тут нет никаких прогнозов. Но прогнозы у меня были не очень, ну, как бы, обнадеживающие. С таким формом, с такой формой опухоли. Ну, потому что врачи, они хорошо умеют бороться со следствием, а причину они не знают, откуда возникает рак. Да, совершенно верно. В этом вся и проблема. Ну, и то, что они лечат тело, ну, человек это не только тело, но состоит из много других тел, которые мы не видим и не связываем с физически. Но все равно благодарность им, они делали все возможное, они мне спасли органы, они мне дали время подумать, искать ответы на вопросы, что случилось, как это произошло. Я искала, я искала и пыталась разобраться, что все-таки происходит и как себе помочь. Ну, хорошо, что было дальше? В феврале вам, значит, диагностировали метастазы? Да, я взяла себе силы в руки, преодолела страх, растерянность. Но я уже знала, к кому обратиться, потому что незадолго до того, наверное, в прошлом сентябре, как раз год назад, на канале Натальи Зайцевой проходила серия роликов, посвященных заболеванию одной нашей знаменитой актрисы, у которой был рак мозга. Эта история была на слуху, и меня она это очень заинтересовала, я сначала стала пересматривать эти ролики, я была под таким впечатлением, что начала пересматривать все, что есть на канале Натальи Зайцевой, как она работает, что это за методика, так как я немножко увлекалась вот эзотерическими всякими учениями, развитием личности, мне была очень интересная ее методика, я такой никогда не видела, не слышала, и я была впечатлена результатами, я посмотрела много ее работ, с детьми, по аутизму, по другим, и вот история про вот эту нашу актрису, я узнала, кто мне сможет помочь, и буквально через 2-3 дня после консультации с доктором, когда меня готовили к химиотерапии уже, я заказала консультацию у Натальи, но только с одним вопросом, почему так произошло, какие причины, я думала, что она сможет ответить на этот вопрос, но я не собиралась там ждать какого-то лечения, что меня там будут лечить, это просто я шла за информацией, хотела разобраться, может быть они что-то знают больше, чем медицин. Раньше мы работали только с аутистами, ну и ДЦП, да, а как бы раковое заболевание, онкологии, мы не знали, было только предположение, что с этим можно работать, и мы не знали как, поэтому как бы набралась как бы экспериментальная группа, чтобы можно было следить, будет ли результат или нет. Да, да, мне вот как раз посчастливилось попасть по приглашению Натальи в эту экспериментальную группу, чему я очень рада. Ну расскажите, что там происходило, как что было? Был невероятный подъем, ну, конечно, очень удивительно это все чувствовать, это все как бы было изнутри, из меня шла какая-то радость, и, ну, родные мои вообще не понимают, чему я так радуюсь, если у меня такой диагноз, недостазы, в чем причина моей радости. Но это было все изнутри, я не могла тоже этого объяснить, как так получилось. И вот это ощущение наполненности энергии, вот счастья, радости, оно меня не покидает до сих пор. Расскажите, что вы делали там? Практики какие-то вам рекомендовали? Да, я делала практики, и мне, как ни странно, было легко. И, пожалуй, единственная трудность была в практике написание своего будущего. Вот здесь, конечно, столкнулась я с вопросом, а что такое, разве возможно сделать? На что Наталья спросила, а для чего тебе здоровое тело? Вот что ты будешь с ним делать? Как ты будешь жить? И чего ты вообще хочешь? Ну, это, да, это вопрос, который ставит людей в тупик, наверное, многих, и меня в том числе. Пришлось хорошо подумать, вспомнить прошлое детства, свои увлечения и начать мечтать, начать реализовывать мечты, поднимать из памяти все, что было интересно, чем хотелось заниматься. В этом и есть вся суть. Человек не видит себя в будущем. Мало того, он себя не чувствует и не предполагает, что у него может быть это будущее. Если рассматривать реальность как игру, как симуляцию, то в ней обязательно должен быть игрок. И этот игрок находится в подсознании человека. И именно он определяет, будет человек жив, или он уйдет на инкарнацию, будет какой-то следующей игрой, или какой сценарий он будет проживать, и так далее. Это все сам человек. И жизнь ему должна быть интересна, и он должен видеть себя и в будущем, и предполагать, чем он будет заниматься, и предполагать, как он будет реализовываться, зачем-то же ему дано это тело. И самое главное, в каких состояниях он будет пребывать в этой жизни. Человеку важно знать, что он нужен. Нужен не только себе, нужен родным, близким. Человек хочет быть любимым и быть счастливым. А счастье – это ключ к выздоровлению. А какая реализация у вас? Вы нашли себя? Я увлеклась некоторыми, некоторыми вещами. Например, я создаю сейчас декор интерьера. Я пошла учиться на дизайнера в программе 3D Max. Я пытаюсь реставрировать мебель, изучая эту науку реставрации, здание красоты. Вот это мне интересно сейчас. Ну и какие результаты? Значит, начиная с февраля, да, я вышла из обследования КТ, которое делается раз в полгода, значит, с такими результатами. У меня была отрицательная динамика, когда были вторичные изменения в печени, то есть метастазы, с размерами полтора сантиметра, два сантиметра и еще почти два сантиметра, то есть три очага. Три очага в левых долях печени. Вот, с этим мы начали работать. Это уже случилось, наверное, на второй консультации, когда команда запустила во мне процессы самоисцеления и восстановления. Это уже была работа именно по здоровью, а не просто по информации. Когда была вторая консультация? Где-то, так, сейчас скажу, даже в апреле, в апреле месяце мы уже начали с командой Натальи работать именно по здоровью. И тогда я уже начала каждый месяц контролировать. Да, у меня есть все исследования, все измерения. И что там было по динамике? А, самое интересное было в том, что после проведенных четырех курсов химиотерапии у докторов стоял вопрос, что делать с этим дальше, потому что метастазы не уходили. Через три месяца химиотерапии опухоли уменьшились всего на два-три миллиметра. Это очень мало, это практически ничего. Нужно было дальше с докторами решать, что мы будем делать с этим, какой метод лечения будет применяться. И решили, что мне нужно сделать доставку лекарственных препаратов непосредственно в печень, то есть катетером, цветоводилось, чтобы усилить терапевтический эффект от манипуляций. Но на мое счастье я работала уже с Натальей. И на тот момент мы решили, я почувствовала, а Наталья подтвердила, что мне не нужна химиотерапия. Наталья мне послала сообщение, говорит, а ну-ка, давай-ка ты бросай это дело, и все будет хорошо. И мне было не страшно, я вот поверила, ну, потому что я понимала, что, ну, медицина это уже не то. И я перестала принимать химиотерапию и вообще какие-либо препараты, и вообще я больше не ходила к докторам, я ходила только на контроле и с каждым месяцем, с каждым месяцем, то есть это май, это июнь, июль и август. С каждым месяцем я приходила и мы констатировали на обследование, что метастазы тают, они просто как вот тают, и в какой-то момент, вот последних два месяца мне доктор сказал, что нет здесь метастаз, это не похоже, здесь нет кровообращения, здесь отсутствует кровоток, здесь такое впечатление, что это само восстановление печени, это как они пишут, это слово такое интересное, они пишут, что это у меня значит зона регенерации, а никакие не метастазы. Юля была в экспериментальной группе, что значит экспериментальная группа, это значит люди помогают нам углубиться по каким-то вопросам структуры психики, чтобы понять каким образом и где возникают болезни, но это один аспект, второй аспект, как включить самовосстановление и регенерацию тканей, вот это было самое сложное, и мы искали, искали варианты, и мы буквально каждые две недели находили что-то новое, и каждый раз смотрели на людях, кто участвовал в эксперименте, как это работает, как это работает с онкологией, как это работает с псориазом, как это работает с витилиго, как это работает, как это работает, и таких заболеваний было много, разнообразных, и когда мы увидели результат у Юли, мы начали еще больше делать акцент на регенерацию, по сути дела, вместе с ней мы прошли этот путь, как изучить, каким образом начинается самовосстановление органов, ведь на самом деле печень самый лояльный орган для самовосстановления. И уже последний раз, вот я была какого числа, 24 августа, ну что, они все, они пишут, что нет ничего, ничего не нарушено, ничего не обнаружено, ни образований вообще ничего не лоцируется, она мне уже смотрела и стоя, и лежа, и сидя на боку, говорит, ну я, ну ничего не вижу, ну нет, нет ничего, но я вижу факт, это по факту, это все подтверждено анализами, и причем, самое интересное, что я не принимала никаких лекарств, ни терапии, я принимала только инфодайвинг. Я очень рад за вас, это получается всего за 4 месяца, да, с апреля? 4 месяца, 4 месяца, это в несколько раз быстрее, ну, во-первых, даже и как бы эффект, это да, но то, что это все сопровождает, как бы называют качество жизни, это же совсем другой уровень, что такое химиотерапия, наверное, много наслышания, люди с ужасом об этом думают и представляют, и а здесь же это все в радость, это интересно, увлекательная игра, и приходишь один раз в 2 месяца, такие невероятные результаты, метастазы растворились, как сливочное масло на сковородке. Вас брали на 10-дневку? Да, да, мне предложили, потому что, по-видимому, проблема, с которой мы все столкнулись, она требовала вмешательства интенсивного и регулярного и длительного. Это большая проблема, и инфодайверы наши ныряют на такую глубину нашей психики, что никакая медицина туда еще не добралась, и, наверное, за этим будущее. Как говорится, можно влипнуть в историю, но можно в историю войти, и я думаю, вот этот пример нашей совместной работы с Натальей, с ее командой, он войдет в историю развития инфодайвинга, уже вошел, и в историю вообще развития человечества и медицины, и я в этом уверена, что это только начало. да, я думаю, что вы будете одними из первых, кто с таким тяжелым заболеванием справился. У нас еще есть, конечно, люди, но они там еще на подходе, фильмы. Это, это удивительно, я очень счастлива, рада, большое спасибо. Я тоже очень рад за вас. Хотите, может, что-то сказать команде инфодайверов? Конечно, инфодайверам огромная благодарность, они делают невероятные вещи, действительно, аналогов я не встречала, потому что я долго искала ответ, больше двух лет я с этим жила, искала ответы, я ничего подобного я не находила, не видела, не слышала. Это невероятно, то, что они делают. Ну и, конечно, всем людям я хочу пожелать, что мне нужно сдаваться, всегда есть выход, даже в самых безвыходных ситуациях нужно верить. Обязательно есть чудо и никогда не знаешь, где ты это чудо встретишь и откуда оно придет. То есть только позитив, вера, желание жить, работать, и все придет, будет все хорошо. Чудо в самом человеке это состояние счастья. Именно это состояние дает выход из болезней. И если игроку интересная игра, то он включит регенерацию любого органа. Поэтому любите, цените свою жизнь и будьте счастливы. Отлично, здорово. Спасибо вам за интервью, я очень рад за вас. Спасибо вам. Вы невероятные. До свидания. Этим фильмом мы открываем цикл фильмов про онкологию. Это наше новое направление, следующее за аутизмом, ДЦП, эпилепсией и так далее. Действительно, у нас за последние полгода очень большие наработки и очень классные результаты. мы можем помогать людям. Не всем. Не всем. Нету насилия ни над душами, ни над телами. Мы помогаем, мы сотрудничаем с человеком, с его внутренним миром, с его игроком. И если у человека есть желание жить, есть желание бороться, есть желание играть, если человек включается и видит себя счастливым дальше, если человек находит новый путь реализации, новые отношения, новые возможности, мы помогаем ему выйти на этот путь. И это все в гармонии, это все в любви, это все в радости. И это все возможности нашей психики. Дорога лежит через дополнительные ресурсы, которые в ней есть, которые в ней есть и которые просто открываются как ключиком по выбору желанию человека, когда он осознанно готов творить, готов проявляться, готов действовать. Это работа самого человека, мы лишь подсказываем ему, как это сделать. И вот в этом сотворчестве идет выход из заболевания. Не только из онкологии, но в онкологии мы сейчас имеем очень хорошие наработки. Здесь же наработки по регенерации тканей. Это невероятный объем информации, полезной информации, и за этим будущее медицины, мы в этом уже не сомневаемся. Я надеюсь, этот фильм все-таки будет воспринят медициной как первый шаг, когда людям интересно. Даже той же самой психотерапии, когда люди могут сказать, да, мы хотим, мы хотим обучиться, мы хотим точно так же использовать это для того, чтобы работать и с онкобольными, и с другими больными. Сегодня онкопсихотерапевты востребованы в мире. Почему они не имеют знания инфодайвинга? Это лишь вопрос времени.